Счастливцы! В 1984 году я поступил в Иерусалимскую Ишиву Ор-Самех. И там были такие же, как я, молодые, ба-алей-чува. В столовой Ишивы я разговаривал с одним израильтянином, Ария Гелат. Ему было 23 года, а я был старше. И он мне рассказал свою историю. После службы в армии ООН, служил в отборных частях Голлани, он отправился, как многие израильтяне, путешествовать по всему миру. И через 4 месяца он оказался в Амстердаме. Его приняли на работу в вегетарианский ресторан. Он умел нарезать овощи первоклассно и очень быстро. И хозяйке ресторана он очень понравился. И она предложила ему жить прямо у них. А у нее в центре Амстердама был очень симпатичный домик. Планы у нее были далекие. Ария 23 года, ее дочке 25, чем не пара. Она послала его на курсы массажистов и через несколько месяцев устроила его в ведущий госпиталь массажистов. Свадьбу назначили на День Святого Валентина. Ну, что может быть лучше? Невеста уважала его как еврея, как того, кто прошел войну на голландских высотах. И даже на Песах купила ему пачку мазцы в супермаркете. Чем не пара? Ария порядком надоела вся политическая жизнь Израиля. Войны, арабы, евреи. Хватит! По вечерам он любил растапливать камин, вырезал смешные фигурки из липы и смотрел, как мать и дочь соревнуются. Они устраивают соревнования. Кто скорее закончит свою часть свитера, которую не вязали ему на его 24-летие. Домой в Геватайе он звонил раз в месяц. Узнавал последние новости, говорил, что у него все в порядке и передавал всем привет. Настроение у Арии было отличное. Хорошая работа, симпатичная невеста, полдома в центре города, как обещала ему мать невесты. Жизнь без нервотрепки, без страха, без постоянных проверок на подозрительные предметы. За 20 с лишним лет в Израиле ему уже изрядно надоели все тамошние проблемы. Максимум, он будет жертвовать деньги на Керен Каену или на строительство новой больницы в Петактипе. Он еврей, и ничего еврейское ему не чуждо. Его невеста тоже не против. Так что все складывалось замечательно. Настроение у Арии было замечательно. Хорошая работа, симпатичная невеста, полдома в центре столицы. Жизнь без нервотрепки. Он хотел сытой, спокойной бюргерской жизни сидеть по вечерам в теплых шерстяных носках, у камина курить трубку. Мечта о нежизине в старой Европе. Только по ночам он иногда видел бои на Голландах. Он видел себя тогда еще совсем зеленым, 18-летним курсантом. Когда за своим командиром он шел по минному полю нога в ногу, тогда, может быть, впервые в жизни он молился и взял на себя обет, что если Творец даст ему шанс пройти это минное поле, и он останется в живых, тогда он на денег кипит. С тех пор прошло пять лет. Только во сне он вспоминал об этом обещании. Иногда эта мысль всплывала перед ним днем, во время работы, но он быстро отгонял ее. И жизнь текла по привычному руслу. Так было и в тот раз. Он подсчитал, до свадьбы осталось 35 дней. С врачом и его другом-массажистом они отправились в столовую госпиталя. Каждый взял себе на поднос первое, второе, третье. Они обсуждали пациента, которым занимался Ария. И врач очень хвалил его за хорошую работу. Пациент, который был в очень тяжелом состоянии, он постепенно, благодаря работе Арии, начал выходить. Настроение было замечательное. В окне виделись готические шпили Амстердама. Все замечательно. Перед Арией была большая тарелка супа, а в ней большой кусок мяса. Он понял, что ложкой он не сможет его взять и наколол его на вилку. Он уже открыл рот и предчувствовал сладость этого вкусного голландского куска мяса. Как вдруг врач-голландец сказал, «Ты же еврей! Вам же это мясо запрещено есть!» Ария закрыл рот, посмотрел на вилку, увидел этот кусок мяса, положил его, не стал есть ничего. Он понял, что сейчас наступил, может быть, самый важный момент его жизни. Он пошел к главному врачу госпиталя и подал заявление. Он просил отпуск за свой счет на две недели. Он еще не знал, что он будет делать. Но вечером он купил билет и уже ночью он выходил в Бен-Гурион. Через несколько дней он попал на семинар Арахима. И он задал свой вопрос, почему евреям запрещена свинина? Что это такое? И он получил свой ответ. Это то, что мы, евреи, получили Тору от самого Творца, с горы Синай. То, что можно другим народам, нам нельзя, потому что у нас особенная роль. Он долго не мог позвонить своей невесте. А потом он все-таки прозвонил и объявил ей, что он никогда не вернется больше в Амстердам. Что он не знает, что с ним происходит, но он пошел в Ешиву, чтобы узнать, что это такое быть евреем. И если она захочет, он будет ждать ее в течение года. Но она должна тоже стать евреем. «Вы будете мне народом священников и народом святым». Что это такое святым, отделенным, выделенным? «Я свят», — говорит Творец, «и вы будьте мне святы». Играет музыка, «вы будьте мне любом, твою мать». Субтитры создавал DimaTorzok